По некоторым научным подсчетам, богов в египетском пантеоне насчитывается около двух тысяч. Согласно легендам, боги были первыми правителями Египта. Именно они передали жрецам многие тайные знания. РА Египетский бог Солнца. Обычно он предстает в виде сокола или человеческого существа с головой этой птицы. Согласно мифам, РА создал небо, сушу и звезды. А также стал отцом всех богов и людей. Домом РА считается город Гелиополь, где был построен один из самых больших его храмов. Основной символ власти РА – это предмет под названием Анг. Очень напоминающий крест с петлей наверху. Он считался символом вечности, мудрости и бессмертия. АМОН Священными символами Амона были барабан и гусь. Обычно его изображали как человека с бараньей головой и держащим в руке скипеток. Амона считали отцом всех фараонов. Также он защищал Египет от врагов. Самым крупным храмом Амона, сохранившимся до наших дней, считается храм в Карнаке. Карнакский комплекс. Первые строения здесь возникли еще в 28 веке до н.э. Однако за долгое время своего существования храм не один раз перестраивался. Осирис Считается покровителем могущественных природных сил, судьей царства мертвых, а также учителем египетского народа. Он научил людей земледелию, виноделию, обработке металлов и врачеванию. Осирис всегда изображался в образе человека с лозой, которая обивала его тело. Он был убит своим братом Сетом, который затем разбросал его останки по всей земле, чтобы тот не смог воскреснуть. По некоторым расшифрованным данным, в голове Осириса был сооружен подземный храм Лотоса, а расположен непосредственно в районе третьего глаза. Храм Лотоса хранит древнейший артефакт, который сможет повлиять на будущее нашей цивилизации. Исида Богиня Исида – это сестра и по совместительству жена Осириса. В мифологии Египта она была покровительницей плодородия, брака, материнства и верности. Когда ее муж отправился в путешествие по миру, она взяла в свои руки правление страной. А когда Осирис был убит, Исида собрала посильную тело и оживила. Обычно Исида изображалась в виде красивой женщины с короной в виде бычьих рогов на голове. Египтяне поклонялись этой богине вплоть до прихода христианства. А ее пункт оказал огромнейшее влияние на другие мировые религии. Геп считался одним из древнейших богов Земли. Он был отцом очень многих божеств египетского пантеона, включая Осириса, Сета и других. Его сестрой и супругой была богиня Нут. Геп был добрым богом, который хранил землю и живущих на ней людей. Он давал им необходимые растения, а из его чрева текли воды Нила. Также Геп был связан с миром мертвых. Входя в загробное царство, все умершие должны были пройти его врата. Обычно он представал в виде человека, из тела которого росли различные растения. А на голове красовалась корона. Нут Была сестрой и женой Геп, однако их брак противоречил воле самого Ра. Бог Солнца так разумевался, что лишил богиню способности к зачатию детей. Обычно Нут изображалась в виде коровы или в виде обнаженной женщины. Ее ноги и руки опираются на землю, а длинное тонкое тело представляет собой небосвод. Анубис Анубис Ииси Один из самых зловещих богов пантеона. Он являлся покровителем царства мертвых и проводником душ усопших людей. А также проводителем мумификации. Согласно преданиям, именно Анубис стал творцом первой мумии, открыв это искусство людям. Анубиса изображали в образе шакала, собаки или человека с шакалией головой. Впоследствии, все жрецы, принимавшие участие в ритуалах погребения, должны были выглядеть именно так. Баст Или Бастет Женщина-кошка и богиня, которая была покровительницей женской красоты, молодости и домашнего очага. Кошка, символизирующая это божество, в жизни египтян занимала особое место. Они считались священными, окружались заботой и вниманием. А после смерти их хоронили с огромными почестями. Бастет считалась доброй и милосердной богиней. Она традиционно изображалась в образе кошки. А религиозным центром ее поклонения был город Бубастис. Один из самых красивых храмов. Птах Или Птах Олицетворял бога, творца всего сущего. Он считался покровителем ремесленников, художников и творческих людей. Птах считался одним из самых сильных божеств, Чье могущество превосходило даже силу Ра, Амона и Осириса. Задумывая сотворить что-либо, Бог выражал свои мысли словами, после чего творение принимало реальные формы. Обычно он изображался в виде мумии с открытой головой и руками, держащими в руке скипетр. Один из мемфисских храмов, посвященный Птаху. Древние греки назвали Айгиптус, название, которое позже закрепилось за всей территорией страны. То есть именно этому богу Египет и обязан своим нынешним названием. Тот Бог луны, мудрости и отец всех наук. Ему приписывалось создание всего, что связано с интеллектуальной сферой жизни страны. Тот ввел счет времени, записывал все даты рождения и смерти египтян. Он научил людей письменности, математики и другим наукам. Это божество обычно имело тело человека и голову птицы Ибис, а в руках у него всегда была тросточка. Маат Жена Тот Считалась покровительницей справедливости и космического разума. Поэтому иногда ее отождествляют с индуистским божеством Махаки. Маат считалась участницей сотворения мира. Она изображалась в виде женщины с остроусинным пером на голове, а иногда и с крыльями. Согласно преданиям, сначала Маат жила среди людей. Однако, впоследствии разочаровавшись в человеческой сущности, она отправилась на небеса Краа, своему отцу. Гор Бог неба и царственности. Сын богов Осириса и Исиды, покровитель фараонов, изображался в виде человека с соколиной головой. После смерти Осириса, главным противником гора становится Сет, убивший его отца. Противостояние между ними длится долгое время, и гор, отомстив Сету, отвоевывает земное царство, принадлежащее ему по праву. Одним из символов Древнего Египта является Уаджет, соколиный глаз, который был выбит в гору при схватке с Сетом. Также он известен по сей день, как Всевидящее Око. Верховный суд богов признает право наследника гора и оставляет его царем земель египетских. Сет Бог ярости, песчаных бурь, разрушения, хаоса, войны и смерти. Первоначально он почитался как защитник солнца Ра, покровитель царской власти. Но опьяненный ненавистью и завистью, Сет становится богом воин с красными жгучими глазами, олицетворяющего мрак и жаждущего поработить Ра в темных глубинах подземного Нила. После убийства Осириса, Сет захватил земное царство и опустошил его. Сет изображается с головой осла, с длинными ушами, красной гривой и красными глазами, что символизирует цвет смерти. 80 лет бились Гор и Сет. Несмотря на проигранный бой и многочисленные преступления, в том числе убийства Осириса, Сет остается повелителем южных областей Египта, повелителем подвластной ему силы, плохой погоды и песчаных бурь. Особенно почитался он Рамесесидами, как владыка воинской доблести и смелости. История Древнего Египта очень неоднозначна. Существует множество мифов и легенд, порождающих целый веер домыслов. Но какова же была настоящая история Египта и его правителей? А как вы думаете, все эти боги были реальными людьми или это просто легенды? Делитесь мнением в комментариях. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok